Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Поскольку я сейчас свободный человек, у меня возникают мысли и анализ, что я сделал за эти годы, как прошла моя жизнь, какой-то подвожу итог своей деятельности, и перед глазами у меня возникает строительство нашего города. В первой стройке, как город строился, с какими людьми я работала, какие предприятия были построены в первые годы, как раз я в этот период и жила в нашем городе, и город для меня является родиной. Как это было? Буквально за быстрые годы начала подниматься промышленность в городе, строители буквально в короткие сроки строили жилье, которое необходимо было первым строителям. Три-четыре месяца и дом готов был. Конечно, может быть, были ни палатки, ни заделки, но все равно людей старались обеспечить крышей жилье. Перед глазами буквально быстрыми темпами строились блоки Кармановской ГРЭС. Перед глазами буквально автозавод, который не был построен, а план уже давали. Инструментальный цех, люди работали, вы знаете, через стены проходил ветер, жужжал ветер, снег проходил, но люди готовились к сдаче этого автозавода. Я восхищаюсь теми людьми, которые строили наш город. Это люди, рабочие, простые. Восхищаюсь тем, что холод и вздно качалось в нефть, на вятке. Люди не останавливались. Высокое сознание, высокий патриотизм, высокое вдохновение было. И буквально вот интересно, даже сейчас представить трудно, на вырученные деньги, лотерейных билетов, мы построили здание ДОСАВ, посмотрите, попробуйте сейчас на энтузиазм построить что-то или вот так далее. Вы знаете, город не имел своего кирпичного завода, не имел своих строительных материалов, но однако он строился большим темпом, большим энтузиазмом. Люди вели в будущее и как-то стремились полностью, с полностью с отдачей работали, на износ работали. Это очень вызывает большую гордость, восхищение простыми людьми. Кинотеатр «Маяк» был самым, там площадка была для места отдыха жителей. В «Маяк» ходили бесплатно кино посещали, детский кинотеатр там был, площадки игровые были. И очень помнится, большая шахматная доска была нарисована прямо на асфальте, и большие шахматные фигуры, люди спокойно играли. То есть место было замечательного отдыха. А мы около памятника проводили прием детей в пионеры, парады проводили, отчеты пионерских дружин проводили. Первые участники Великой Отечественной войны, они были первыми строителями. Сейчас, конечно, они уже пенсионеры прикладного возраста. Многие ушли, хорошие кадры ушли, но растет молодежь. Молодежь тоже очень грамотная, это вызывает гордость. Я думаю, что молодые люди продолжат наши традиции, и память будет сохранена, все, что было заложено старшим поколением. Я поздравляю всех с Днем Города, поздравляю с 30-летием ветеранского движения. Всем желаю доброго здоровья, хорошего долголетия. Субтитры создавал DimaTorzok